Говорит и показывает Гучи. Гучи, смотреть надо сюда, вам слово. Какие ваши самые 20 любимых? Отказался говорить наш сегодняшний ведущий. Так что придется опять мне отдуваться за двоих. Сегодня будут очень красиво гореть лампочки, но по качеству видео не знаю, какое будет, потому что уже 5 вечера, и меня весь день реально не отпускала осенняя хандра. Не могла я проснуться. У вас так же? Если так же, ставьте лайк и пишите об этом в комментариях, если вы тоже просыпаетесь только под конец дня. Ну, или быстро встаете. Кого я поймала? Кажется, это сбежавший репортер. Сбежавший репортер. Вам слово. Вы сегодня пытались нам что-то сказать. Но все пошло не так. Не по-вашему. Всем привет, ребята! С вами Ирина Дрим и Гуччи, которая уже убежала по своим делам. Сегодня у нас очень спокойное видео, где я рассказываю про 25 вещей, которые я заказывала когда-то с Алиэкспресс, и без которых до сих пор не могу жить. Я не стала нести все эти вещи сюда к себе на кровать, потому что эти вещи уже привыкли находиться на своих местах. Первая вещь — это кардиган. Самый лучший кардиган, который когда-либо я заказывала. Он фирмы Вера Мода. Потрясающего качества, плотный. И я гоняю в нем этой осенью постоянно. Шикарно сшит. И я всем советую к покупке этот кардиган, потому что вот он просто необходим осенью в России, потому что он очень теплый. Кстати, подобные кардиганы я заказала в огромном количестве на Алиэкспресс. Вернее, по крайней мере, я наш лайк выложила на своем инстаграме. Подписывайтесь. У меня собрало 20 кардиганов, которые бы заказала просто все. Но, к сожалению, заказала я только пока что два. Ну, они просто невероятные. Вторая вещь — это обложка для документов. По моему мнению, нет ничего красивее обложки для паспорта вот такой и обложки для прав. Я прекрасно понимаю, что не все будут носить такую обложку для паспорта. Есть множество минималистичных на Алиэкспрессе, но вот обложка для прав для девочек, по-моему, вот такая идеальная. Просто когда вы даете свои права полиции вот в такой обложке, у них сразу намного добрее взгляд становится. Так что, девчонки, ловите лайфхак. Несмотря на то, сколько вам лет, покупайте такую обложку для паспорта. Они свекчают полиционеров. В такой же обложке я ношу и свой ноутбук. Он очень яркий становится, красивый. Ну и почему я купила эту обложку? Почему я прям вот вообще жить без нее не могу? Потому что он 15-го размера у меня ноутбук, и обложка, соответственно, 15-го тоже. И на Али, ну да, есть большой выбор, но в основном все какие-то однотонные. Короче, вы знаете, как я люблю все такое яркое, особенно что касается чехлов, обложек и канцелярии. Сейчас у меня такая череда чехлов, потому что, ну а где покупать чехлы, как не на Алиэкспресс? Чехол для AirPods. Здесь не яркий у меня, да, потому что у меня, кстати, был со свинкой яркий, был простой розовый минималистичный, но вот этот, это просто, ну, Шанель, вы поняли, да? Просто очень красивый в виде духов, хотя он и желтеет через время. Прошло где-то у меня, ну, 4 месяца, возможно, 5, но все равно он достаточно хорошо сохранился, и я, даже если он сильно пожелтеет, закажу точно такой же, потому что это выглядит, ну, очень-очень дорого и красиво. Что касается чехла для телефона, это мой самый любимый чехол, и у меня он уже практически год. Я точно такой же заказала своей маме, потому что она тоже влюбилась в него, как только увидела меня с этим чехлом. Очень многие, я вижу, что замечают в магазинах, когда я ехала в метро в Москве, многие смотрели, потому что, ну, он действительно красивый, красивый. Мне прям глаз не оторвать, а самое главное, что какой бы у вас образ не был, то ли это какая-то няшка, то ли это просто классический, в костюме вы едете, этот чехол подойдет подо всем. Честно сказать, я вообще не знаю, что бы я делала без Алиэкспресс, потому что вот даже чехол для телефона, полторы тысячи рублей такой стоит у нас в Краснодаре, а на Алиэкспресс всего 150. Но даже при этом всем вы можете сэкономить на этих 150 рублей. Недавно я заказала себе товара на 600 долларов. Я столько денег отдала. И со всей этой нереальной суммы я получила хорошенький такой кэшбэк. И слава богу, наверное, тысячи две себе положу хотя бы на телефон и буду радоваться, потому что вывести вы деньги с кэшбэк. С сервисом Мегабонус вы можете любым способом и сумма вывода уже начинается от полутора долларов. Такой выгоды вы нигде не найдете. Вы можете вывести так же себе на телефон и месяц пользоваться и даже не думать о плате вашего мобильного телефона, на банковскую карту вывести, на электронные кошельки, да куда хотите. Мегабонусы есть программа лояльности, и вы можете экономить с каждым годом, днем, все больше и больше. Если, например, вы такой же маньяк и покупаете так много на Алиэкспресс. Кстати, у меня бриллиантовый уровень, так что вы прислушайтесь. Я знаю, что говорю. Но даже если вы не такой сумасшедший, как я, а просто закупаетесь в обычных магазинах, Литуаль, Спортмастер, Букинг, бронируйте отели, используйте Мегабонус, потому что со всех этих магазинов и даже более тысячи магазинов Мегабонус имеет партнерок, вы можете возвращать себе деньги обратно. Пригласите своих друзей по реферальной ссылке и будете получать еще и денежки от их заказов. Ну, если у вас какие-то там шопоголики имеются, то обязательно киньте им ссылочку, чтобы мы не узнали о сервисе. Ваш друг не будет получать меньше, но вы будете получать 50% от его кэшбэка. Точно такой же чехол пластиковый у меня на ноутбуке. Огромное количество есть пластиковых чехлов на ноутбук. И самый красивый – это золотой мрамор. Я так люблю золотой мрамор. Но есть, конечно, еще и серый, и розовый. Но розовый я не советую вам покупать, потому что он некачественный. Вот этот золотой чехол на ноутбук, он просто идеальный. Берите его и просто вообще не думайте. Если у вас есть макбук, он подходит на разные модели, там главное потом в комментариях у продавца написать, какая у вас модель. Но обязательно проверьте перед этим, потому что таким образом я заказала неправильную модель розового мрамора чехла, краски которой оказался плохого качества. Две белые заколки. Когда я не знаю, какую прическу сделать, когда у меня просто хаос на голове, ну как сегодня, я использую либо ободок, либо две заколки, которыми закалываю волосы по бокам, и уже даже некоторые стали писать, что ира не ира без заколок, ну потому что реально я постоянно в них, куда бы я ни шла. Ну по крайней мере у себя в городе, я конечно не фотографируюсь в них так часто, ну хотя видео снимаю частенько. Но вот эти две заколочки, это прям мой ежедневный фаворит. Шапка с бумпоном. С шикарнейшим бумпоном, прошу заметить. Который отстегивается, и шапочку можно постирать. Шапка у меня такая в белом цвете и в черном. Шапка плотная, теплая, а этот бумпон вроде как, он добавляет какой-то милости вашему образу, но в то же время вы не смотритесь, ну, ребенком. Подушка Будетама, которую я беру с собой каждый раз в самолете, когда летаю, и когда я ее забываю, у меня просто паника, потому что она идеальна для поезда к машине, для полетов, для долгого сидения, потому что вообще идеально лежит на ней, и тут есть вот этот вот капюшон. Как он спасает в самолете, когда все шумят, когда все, вот этот свет включается, а если вы такая же, как я, и любите спать в самолетах и пропускать обед, то вот так вот затягивайте полностью этот капюшон, и вам так хорошо в ней. Вот вы еще ничего не замечаете, спите себе с удовольствием, а еще не дует, если вам прохладно. И самое главное, если, например, вы сидите у окна, вы можете затянуть тот капюшон и облокотиться, и вам не будет холодно. Вот. Ты же на деле просто супер сладкая девочка. Давай всем покажем, какая ты сладкая. Вещь, без которой я не выхожу из дома, в то время, когда на улице ужасная погода, это льет в ливень, это прозрачный зонт. Правда, сейчас этот прозрачный зонт обтянут гирляндами, потому что мы это сделали в целях, чтобы сделать фотографию симпатичную. Я знаю, что, возможно, это уже не так уж и модно, но на просторах Инстаграма до сих пор есть такие фотографии. В прошлом году я тоже хотела ее сделать, но как-то уже осень подошла к концу, пока я собралась, и пока этот зонтик ко мне пришел. Как вы поняли, он у меня уже приблизительно год, и вот, наконец-то, я думаю, что сейчас я сделаю эту фотографию. Ну, а по практичности он действительно классный, прочный и удобный. Есть у меня несколько меховых наволочек. Одна из искусственного меха, другая из настоящего. Так вот, цена различается у них значительно. Конечно же, настоящий мех стоит дороже, но он и, конечно, качественнее, приятнее, мягче. Но тут говорить нечего. Тут уже все зависит от того, как вы относитесь к этому меху и какие затраты вы хотите понести себе в дом. Хотите вы шикарные, огромные меховые подушки на свой диван или вам хоть вот таких вот маленьких, мягеньких. Мне нравятся оба варианта, и я даже вам больше скажу, я заказала еще одну вот такую из искусственного меха. Ну, просто пока на дорогую у меня денег нет. Сережки, которые идут куском большого золота, я показывала, мне кажется, тысячу раз. Ну, покажу еще раз. Покупайте именно по этой ссылке. Да, эти сережки дороже немножко, чем аналог. Есть еще аналог дешевый, но дешевый аналог не выглядит так круто, как вот этот большой кусок золота. Здесь немножко по-другому смят он, нежели чем тот, что за 100 рублей. Стесняшка все-таки убежала, потому что, наверное, испугалась такой интимной темы. Это два самых лучших лифчика с Алиэкспресс. Они мега удобные. Виктория Сикрет просто отдыхает. Когда я их примерила, я просто поняла, что... Вау! Что-то есть удобнее просто накладывать на грудь сосочков вот этих, да? Которые тоже являются моим фаворитом, кстати. Но все-таки иногда нужно, чтобы хоть что-то поддерживало. И вот это... Это просто идеал. Базовый гардероб нужно носить только с такими лифчиками. Да и вообще, все вот это кружевное белье отложите его для определенного случая. Здесь совершенно не видно швов. Он абсолютно незаметен под рубашкой. Есть такое, знаете, предположение, то, что под белыми рубашками нужно носить белое белье. Абсолютно не так. Под белыми рубашками и под белыми футболками нужно надевать нюдовое белье. Вот у меня еще есть второй. Вот такой. Здесь отстегиваются лямки. И, соответственно, вы можете носить его под топы какие-то. Вырез у вас тоже может быть достаточно глубоким на топе, потому что здесь, видите, специальный лифт сделан под эти вырезы, под эти случаи. Немножко о кухне. Открывашка, которая идеально распаковывает банки. И вы потом можете использовать вот эту часть банки, которую обычно вот так вот сковыркивали раньше, как крышечка. Просто супер. Мне она очень нравится. Мы пользуемся уже тоже в течение года. И я, естественно, тоже ее уже показывала. Думаю, стоит сказать про эти гирлянды, которые висят сзади меня. Она очень длинная. Прям, ну, нереально длинная. Работает от розетки. Ее вы можете увидеть практически на всех моих видео. Она работает у меня уже, ну, наверное, полтора года. И я только успеваю носить по дому то туда, то сюда. И, казалось бы, ира-блогер, который снимает видео каждый день. Ну, можно купить парочку таких гирлянд, которые работают от розетки? Ну, нет. Также у меня есть еще очень много маленьких, которые работают от батареек. Я тоже оставлю на них ссылки на те, которые именно я заказывала и которые работают хорошо. Пульвизатор для духов. Это вот так называется. Я в прошлом видео не могла нормально назвать его. Идеальная штучка. Заказала себе еще несколько таких, чтобы использовать разные духи. Брать с собой просто нереально удобно. Очень круто. Особенно, когда вот такая маленькая сумочка. И вы понимаете, что вы весь день будете в дороге где-то. Ну, пахнет же ведь всегда хочется. Я часто забываю использовать духи, особенно, когда они огромные. Естественно, я тоже не беру их с собой в путешествия. А вот такой маленький пульвизатор, почему бы не взять? Огромнейшее худи, о котором так многие мечтают. У меня есть в двух видах. Это черное и оранжевое. Черное я вам не советую брать, хотя оно и красивое, но у него очень сильно появляются разные катышки, и их реально много. Ну, чистить его просто вы устанете. Оранжевое. Нереального качества. Вообще катышки не появляются. Я его и стирала, и ходила в нем везде абсолютно, особенно год назад. Сейчас я его надеваю в путешествиях или выйти вечером погулять. Оно очень классное, удобное, мягкое, теплое. Могу о нем говорить бесконечно, но я понимаю, что это может быть уже и не особо модно. Это вообще там прошлогодняя коллекция, бибера там, да, может, это, по-моему, подделка даже. Я честно не знаю. Я просто говорю вам, что оно реально качественное, удобное, и я его очень люблю. Практически каждую неделю стараюсь сейчас взвешиваться на своих новых весах, и мне так нравится. Я реально вижу прогресс, особенно, когда я занимаюсь в спорудзале. Прям супер. Я вижу, что мышцы растут, они взвешивают все четко. Я, кстати, похудела на полтора килограмма, можете меня поздравить. И я люблю эти весы. Они хорошо все высчитывают, и если я пью больше воды, они показывают, что воды больше, и я теперь контролирую какие-то вот такие вот мелкие штучки в своем теле. В общем, тоже пользуемся и радуемся. Как пользуемся с нашим пылесосом-роводом, которым очень любит пылесосить Гуччи, вернее, управлять им. Она постоянно не дает ему заехать, постоянно включает его, залазит на него сверху, нажимает вот на эти кнопки, чтобы он пипикал. Он пикает, у нас ездит, пылесосит, даже когда пылесосить не надо. Ну, в общем, Гуччи хозяйка теперь у нас этого нашего робота-пылесоса. Работает он у нас уже около полутора лет. И знаете, вот я часто слышу, что пылесосы ломаются. Нет, если вы нормально следите за своей техникой, то она будет работать хорошо, и у нас пылесос отлично работает. А пластиковая подставка под щетки. У нее была плохая клейкая основа, там был просто двусторонний скотч, который на следующий день отвалился, и упали у нас все щетки. Мы просто их, по-моему, на жидкие гвозди. Родители приклеили к стенке шкафчика. И это так удобно. У вас не стоят нигде эти щетки, не образуется вот эта какая-то жидкость, что идет странный, которая внизу стакана обычная образуется. Ну, и вот так у нас дверится шкафчика. Очень даже симпатично и красиво хранить свои щетки. И еще две подставки. Это для помад и карандашиков. Они у меня вот в этом комоде. Ну, соответственно, я всегда ими пользуюсь. Правда, я о них еле вспомнила. Вообще, последними уже, когда еще раз проходила по дому и смотрела, чем я реально пользуюсь. Я потом увидела, вспомнила, что я же их на Алике заказывала. А еще у нас подставка под телефоны. В каждой машине у каждого есть магнитик под чехлом. Вот я сейчас даже вам покажу. Вот они у меня. Два магнита вывалились. У меня в машине даже два таких магнитных держателя. На пассажирском сидении и на водительском. Потому что удобно два телефона так положить. Включить какое-то видео или сфотографироваться, пока едешь. Удобно следить за навигатором и, конечно же, слушать музыку. В этом видео я упомянула только несколько именно вещей из одежды, касаемой. Ну, и не только. А в следующем ко мне придет шикарные, реально качественные вещи. Я заказывала на топовых магазинах Алиэкспресс. Их они нереально дорогие. Очень было жалко денег. Но я хочу сделать такое видео. И хочу убедиться в том, что действительно сейчас китайцы шьют такие вот классные вещи, как мой кардиган и худи. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Оно было полезно. Мы еще раз вспомнили. И я уже через призму лет рассказала вам, что я реально использую и что безумно люблю. Мечтаю о действии, никогда не останавливайся. Пока-пока. Люблю тебя. Пасхалки с прошлого видео были спрятаны на этих местах. А вот и случайные два человека, которые нашли их. Поздравляю вас и передаю привет. Ваши сигны будут в сториз на моем инстаграме. Субтитры сделал DimaTorzok